На что будете делать ставку в игре, чтобы победить через матч? Спасибо. Мы разобрали сборную Польши, понимаем, как она играет в обороне, как она играет в атаке. Сделали определенные выводы и коррективы по сравнению с игрой в Сербии и Болгарии. Сейчас очень важно до ребят донести, проговорим еще определенные моменты. Как мы будем играть, покажется уже игра. Наверное, сегодня не будем говорить об этом, но мы понимаем, что нам надо выигрывать. Хотим выиграть и забирать максимальное количество очков в этих двух играх. Елена Халутернах, областное телевидение, вопрос Ивану. Расскажите, пожалуйста, как вообще настроить этот общий климат в команде, потому что вы все выступаете в разных клубах, то вы здесь боретесь за чемпионство. Насколько это вообще сложно или может быть привычно для вас отключиться от того, что происходит в чемпионате? Спасибо. Не один день мы знакомые. Все сюда приезжаем и играют в сборную. И клубные дела, так скажем, нас пока не интересуют, на некоторое время. Поэтому мы знакомые, общаемся с другими хорошо, за пределами поля, даже когда играем в клубах. На поле мои соперники, а за поле мои друзья. Кубер Кука и Телевизия Польска. Пытание до тренера, чего сподзива по репрезентации рыбала? Потому что эта группа построена по Евро в 2021 году. И может быть, какой-то соревновательный, который сформировал его внимание? Вопрос тренеру от Телевизии Польской. Вопрос такой, чего вы ожидаете от матча? Чемпионат показал, что команда сыграна, и понятно, что сильный соперник. Какие основные перед вами стоят задачи в смысле игры с этой польской сборной? Мы понимаем, что сборная Польши – это хорошая, опытная, организованная команда, которая прошла цикл чемпионата Европы. Большая часть игроков принимала участие в предыдущем цикле. Есть игроки, которые прошли юношеский чемпионат мира в Польше, домашний. Поэтому мы понимаем, что это организованная команда, смотрели ее. Но тут самое главное – мы всегда говорим о том, в каком мы будем состоянии, функциональном, тактическом, как мы будем играть в атаке в обороне, насколько мы будем выполнять те требования по игровым моментам, которые будут предъявлены футболистам. И мы очень надеемся, что та игровая идея, которая нам будет предложена ребятам, они попытаются отводить эту жизнь. Иван, насколько для вас завтра будет важна поддержка болельщиков здесь? И второй вопрос к вам. Уже провели первую тренировку. Как оцените готовность стадиона, поля? Может быть, какие-то впечатления уже есть у вас? Мы будем играть, конечно, для болельщиков. И поддержка болельщиков всегда приятна играть. Если при полных трибунах, то они гонят вперед, и мы должны соответствовать им. Будем стараться победить для них. «Для нас очень приятно было провести фантастический матч в Саранске, когда пришло порядка 30 тысяч болельщиков. И сегодня мы провели предыгровую тренировку, качество поля. Оно идеальное, потрясающее. Нам очень важно, и мы говорили с руководством Российского футбольного сайта, что для нас очень важно в регионе, чтобы не только Москва видела наших футболистов, а другие города. Поэтому мы очень рассчитываем, что завтра будет зрительная игра, чтобы болельщик заполнит трибуны и будет поддерживать нашу команду с первой до последней минуты для нас это очень важно. для игроков, для тренерского состава. И мы от себя и от всей команды приглашаем всех любителей футбола, болельщиков на игру для того, чтобы поддерживать нас. Поль идеально, я уже сказал об этом. Нам били только внутри стадиона, вокруг нам тяжело, пока только приехали. Поэтому здесь все комфорт с точки зрения организации развивала качество поля на сегодняшний день. Ничто не мешает показывать хорошую игру. У меня вопрос теперь к Михаилу Михайловичу. Ровно семь лет назад здесь сборная России тоже молодежная. Играла против команды в Польше. И счет был 4-1 в Польше. Как Вы оцениваете вообще поколение молодых игроков России сейчас? Насколько сложно Вам было определить состав? И вообще выбор сейчас тоже очень большой на взгляд зрителей футболистов. Прекрасно помним тот матч. И очень надеемся, что выбор Екатеринбурга не случайен. Поэтому очень надеемся, что он принесет удачу и успех и положительный результат. Поэтому здесь только все пока идет на сегодня в плюс. Что касается второго вопроса молодым игрокам. Те футболисты, которые находятся здесь, большая часть их мы их знаем уже достаточное количество времени. Начиная с тех футболистов, которые прошли чемпионат мира юношескими с нами, чемпионат Европы до 19 лет. И на сегодняшний день футболисты, которые играют в основных составах в своих клубах, в Еврокубках, получают стабильную игровую практику и, самое главное, показывают хорошее качество игры, они находятся с нами. Есть определенные требования, которые футболисты должны выполнять. Поэтому все на сегодня едины. Для нас это очень важно, соответствовать требованиям и направлениям. А все остальное уже должно показать игра и результат, надеюсь. Вопрос. Добрый день. Чемпионат России в разгаре сейчас. Как вы оцениваете форму физического функционального международного уровня? Понятно, что есть группа игроков, которые играют в режиме 2 на 3, 3 на 4. Те футболисты, которые играют в чемпионате и в Еврокубках – это одна ситуация. Есть футболисты, которые играют только в недельном микроцикле, только в чемпионате. Мы мониторим ежедневное состояние игроков различными способами. И наш медицинский штаб полностью отслеживает. Последние контрольные медицинские тесты показали, что состояние игроков оптимальное. Никаких проблем нет. Все готовы на сегодняшний день. И готовятся до решения игры к полному объеме. Поэтому на сегодняшний еще раз повторюсь момент. Функциональное состояние ребят позволяет решать задачи. Спасибо. Спасибо.